МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомним, на прошлой неделе в один день сгорели сразу две постройки. Их хозяева пытаются найти виновных. Каково это за несколько минут потерять труд всей жизни в репортаже Александра Кузнецова. Этот дом, рассказывают хозяева, был построен без единого гвоздя. В основе только струганные бревна и кирпичная печь. Вокруг цветы. У крыльца и на веранде куклы ручной работы. Так этот садовый участок выглядел прошлым летом. Этой весной его полностью уничтожила стихия. Огонь пришел в садовое товарищество «Заря» в прошлую субботу. В один день вспыхнули сразу две постройки. Пожарный наряд по размытой дороге не смог подобраться к месту возгорания вовремя. Тушить уже было нечего. Хозяева одного из домов до сих пор не могут поверить в случившееся. Мы узнали случайно. Пошел этот самый сосед в сад. И звонит, говорит, слушаю, у вас, говорит, такое, одни головешки, и дым идет. Владимир и Маргарита Калачиковы. Более 30 лет эти люди отработали в Институте реакторных материалов. Своими руками выстроили этот дом. Здесь прошли все торжественные события. Здесь выросли две внучки и внук. На лето садовый участок становился для всей семьи домом. Теперь все это в прошлом. И когда сообщили внучке, 15 лет ей, она у нас учится в Финляндии, про пожар, она плакала горькими слезами. Вызывали даже скорую, истерика была у ребенка. Хозяева не могли поверить, что труда, занявшего у них треть жизни, больше нет. Сомнений по поводу причин возгорания не возникало. В доме были отключены все электроприборы. Открытого огня тоже не было. Владимир, строивший этот дом, всегда внимательно относился к своему детищу. Вывод напрашивался один – дом подожгли. Но в полиции версий случившегося – несколько. Одна из версий – это версия поджога. Кроме версии поджога рассматривается также и самовозгорание. Ряд версий выдвинут. Пока мы работаем по всем направлениям, если подтвердится факт поджога, значит будет, соответственно, принято процессуальное решение в виде возбуждения уголовного дела. Пока уголовное дело не возбуждено. Но в полиции говорят, необходим ряд экспертиз, подтверждающих версию умышленного поджога. Самих хозяев сгоревшего дома больше всего обижает, что их тоже подозревают в случившемся. Милиции с нас стали брать. Сколько у вас доход какой? Какая у вас пенсия? А не воровала ли я где? Понимаете? А я 16 лет работаю. Не мыли, подожгли. Всё больше, думая о причинах, супруги Калачиковы рассматривают то, что осталось от их дома. На экране мобильного телефона только кирпичная труба. Всё, что строили 20 лет, сгорело всего за несколько минут. И даже если виновников поджога найдут, говорят хозяева, дом всё равно уже не вернуть. Александр Кузнецов, Мария Морозова, Антон Корьков, Иван Козырев. Детали дня. В Заречном молодой инспектор ДПС попался на взятки. По версии следствия, 23-летний лейтенант получил 10 тысяч рублей за молчание происшествий, свидетелем которого он стал. В деле сказано, ночью 1 апреля некий гражданин въехал в здание пожарной части. Очевидцем ДТП стал молодой сотрудник ДПС. Несмотря на то, что он находился не на службе, удостоверение у лейтенанта было с собой. Согласно версии следствия, инспектор предъявил корочки и потребовал за молчание деньги. Участники аварии на условия молодого лейтенанта согласились, а после сообщили о взятке в управлении ФСБ Свердловской области. Инспектора взяточника взяли с поличным во время подготовленной спецоперации. Рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. В отношении 23-летнего инспектора ДПС из Заречного возбудили уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ. Получение взятки должностным лицом за незаконные действия. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. С Андрея Кислицына сняли полномочия депутата городской думы. Народные избранники удовлетворили его заявление об отставке на внеочередном заседании. Напомним, экс-глава Заречного получил пост заместителя министра по энергетике и ЖКХ Свердловской области. Совмещение двух постов муниципального служащего и депутата законодательством запрещено. Последнее заседание с участием Андрея Кислицына в нашем сюжете. Так хочется встать. Кто против? Но я держался. Принятые не гласны. 15 поднятых рук. 15 голосов за. Единогласное решение. Андрей Кислицын больше не депутат городской думы. Дума решила. Первое. Прекратить досрочно депутатские полномочия Кислицына Андрея Николаевича с 9 апреля 2012 года. В своем последнем заседании Андрей Кислицын практически не участвовал. Сел в зал, а не за депутатский стол. Руку за свою отставку не поднимал. Даже благодарственные слова от нового главы Заречного Василия Ланских слушал издалека. Но я надеюсь, что наша совместная работа по решению вопросов развития Заречного будет теперь продолжена в рамках взаимодействия на областном уровне. Сам экс-глава подчеркнул. Главное для него, чтобы в области не стало стыдно за город. Чтобы Заречный оставался на том же высоком уровне, которого удалось достичь за последние 15 лет. Бывшим коллегам, депутатам Андрей Кислицын дал отдельный совет. О своих первых шагах на посту заместителя министра по энергетике ЖКХ бывший мэр, а теперь уже и бывший депутат, рассказывать не стал. Только подчеркнул, он остается жить в Заречном. И несмотря на 89 муниципальных образований в его ведомстве, родной город всегда останется приоритетным. Дорогие друзья, больше 15 лет я имел честь руководить нашим прекрасным городом. И я хочу сказать сегодня слова благодарности всем вам, и тем, кто критиковал, и тем, кто поддерживал и участвовал в работах по развитию городского округа. Большое спасибо. Место Андрея Кислицына в Думе, вероятно, займет Сергей Сколобанов, директор ООО ДЭС. Его кандидатура была утверждена Политсоветом партии «Единая Россия». Если от городского хозяйственника не поступит отказа, то депутатские полномочия он получит уже в понедельник на заседании территориальной избирательной комиссии. Александр Кузнецов, Иван Козырев. Детали дня. Жители Мира-40 обещают устроить пикет. Такое заявление с угрозой накануне поступило в администрацию города. Отчаянные жильцы не хотят больше пробираться по грязным дорогам и портить свои автомобили. Подробности в сюжете Екатерины Тонких. На подвиг проехать по этой дороге решается не каждый автолюбитель. Посадка «Лексуса» спасает машину от повреждений, а вот небольшим иномаркам отсюда просто так не выбраться. Жителям Мира-40 приходится рисковать, ведь это единственный путь к их дому. Результат – десятки поврежденных автомобилей. При дороге, если можно назвать это дорогой, по ямам обдирается юбка у бампера, а при прыгивании бордюра машина садится на порог. У всех, у кого такая посадка, все. Кроме вот таких, конечно. Любая машина. На днях тоже проезжал, зацепил колесо, чуть ли не лопнуло. Друзья у меня знакомые, вот машина стоит тоже, у него вообще лопнула балка. То есть машины ломаются. Как это вообще? Преодоление препятствий получается. И никому дела до этого нет. Дела до этой дороги никому нет уже два года. Именно столько лет новостройки. Дом сдали, людей заселили, но благоустройство территории так и не было проведено. Причину компания «Застройщик Су-6» объясняет будущими планами. Ответ нам был такой. Отсыпать ничего не будем, делать ничего не будем, потому что у вас будет свести строительство дома вот на той стороне. Пока не закончится строительство, вам здесь ничего не будет. С таким ответом пришлось смириться. Ситуация усугубилась, когда напротив стали строить дом 24 по улице Уральская. Проблемную дорогу перерыли, чтобы провести коммуникации к новому дому. И вот результат. Заезд во двор 40-го дома совсем стал непригоден для проезда. Причем не только для легкового транспорта. Два дня назад здесь в грязи застрял большегрузный транспорт. Грузовик утонул по самые колеса. Машину вытаскивали несколько часов. Из-за боязни утонуть сюда перестали ездить такси и скорая. Жительница мира Татьяна Александровна Рублева переживает. Ее мужу помощь врачей может потребоваться и днем, и ночью. А их дом из-за дороги как будто отделен от города пропастью, говорит женщина. Взяли, бросили нас на островке на этом. Ни выхода, ничего. Вот единственный выход вот туда. И все. А остальное это ведь такие временные. Там дорожку сделали, кого-то ковыряли, ковыряли. И опять затопило все. Я все затопила опять. Ну, зачем делать то, что не нужно? Я не понимаю. Учитывая сложившуюся ситуацию, администрация города взялась за решение вопроса проблемной дороги своими силами. На сегодняшний день по просьбе отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации подрядчик соседних домов помог нам, оказал, скажем так, гуманитарную помощь, потому что у нас в бюджете этих работ не предусмотрено денег. То есть мы привезли две машины щебня. Они были там рассыпаны, чтобы хоть как-то поддержать людей. Планируется еще 2-3 машины, чтобы действительно это никуда не растащилось, поддержать в нормальном состоянии для наступления сухого периода времени. Ну и будем действительно продолжать требовать от генпотрядчика, которые строили дома, выполнение всех условий контракта. Екатерина Танких, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Безопасность интернета стала сегодня главной темой круглого стола в полиции. Психологи, журналисты и сотрудники отдела по делам молодежи вместе с полицейскими рассуждали о вреде социальной сети для детей, а также пытались выяснить, как можно оградить подрастающее поколение от недетских сайтов. Главная проблема для любого родителя, уверены участники круглого стола, в том, что сегодня дети могут свободно посещать самые различные сайты. Собравшиеся говорили о вреде видеороликов, гуляющих по социальным сетям мошенниках, а также об интернет-троллях, излюбленное занятие которых – оскорбление и провокации. В результате двухчасового обсуждения участники круглого стола решили через СМИ дать родителям несколько советов, которые помогли бы оградить детей от дурного влияния сети. Среди предложений постоянно проверять историю адресов, на которые заходит ребенок, и установить на компьютере фильтры, блокирующие доступ по определенным запросам. Нам необходимо все-таки рекомендовать родителям, я думаю, приобретение вот этих программ с целью ограничения свободного доступа и, соответственно, со стороны интернета тоже всплывающих этих окон. Родители сами должны ознакомиться с теми ресурсами, с нормальными, здоровыми ресурсами, которые предлагаются у нас в сети интернет, и все-таки приучать и заинтересовать своих детей, чтобы они, если уж находятся в сети интернет, то, естественно, находились на нормальных сайтах, которых не будет предложений на девиантное поведение наших детишек. Для православных христиан наступила Великая Пятница, самый скорбный день для верующих. В приходе имени Николая Чудотворца сегодня в честь праздника собрались десятки зареченцев, чтобы еще раз вспомнить крестные страдания Иисуса Христа. Он отличался от нас, что у него не было ни единого греха. Он принял крестную смерть за всех, за нас, за каждого человека, и за каждый грех, за наш. То есть даже если мы еще не родились, но он принял мученическую смерть за каждый грех, который совершил человек. То есть надо вспоминать и помнить о том, что Господь нас всех очень сильно любит. Великая Пятница предшествует празднику Пасхи и посвящена воспоминанию о дне распятия и смерти Спасителя. По православной традиции зареченцы приходят на богослужение и слушают отрывки из Евангелия. После совершается вечерня с чином выноса плащаницы. Плац с изображением Иисуса Христа, лежащего в гробу, устанавливают на возвышении в центре храма и исполняют погребальные песнопения. Также плащаницы украшают благовониями в память о том, как жены мироносицы приносили ароматы, чтобы помазать ими тело погребенного Христа. Не случайно именно в этот день страстной седмицы пост становится особенно строгим. По церковным канонам не положено вкушать ничего, кроме воды и хлеба. А теперь расскажем о погоде на выходные. Информация предоставлена порталом ГИСМЕТИО. В субботу в Заречном ожидается пасмурная погода, но без осадков. Ночью плюс два, днем до плюс шестнадцати. В воскресенье облака затянут небо. Ночью плюс пять, днем до семи градусов выше ноля. На протяжении выходных ветер переменный, с порывами до пяти метров в секунду. Атмосферное давление семьсот тридцать семь миллиметров потутного столба. То, что не попало в объективы наших камер, можете снять вы. Необычные, шокирующие и интересные видео о событиях города присылайте к нам в редакцию по электронному адресу зартв 2010 собакаяндекс.ру Становитесь участниками акции «Городские репортеры» и получайте подарки. На сегодня это все детали. Увидимся с вами в понедельник на канале Заречный ТВ. Побольше вам приятных новостей.